Ровно 227 год назад впервые прозвучал гимн французских революционеров Марсельеза. С этим гимном они штурмовали королевский дворец Тюлери. А вскоре после этого провозгласили гимном республики. Интересно, что Марсельеза в течение некоторого времени после февральской революции 1917 года использовалась в качестве гимна России наряду с интернационалом. Ольга Гопеева продолжит. Марсельская Марселька или военный марш Рейнской армии – это первая песня против тирании. Ноты популярнейшего гимна угадываются повсюду. И в песне «The Beatles – All you need is love» в фильме Касабланка даже Бетховен использовал мотив во второй части Пятой симфонии, а Щейковский – в торжественной овертюре 1812 год. И вот эта песня стала основной революционной песней всего движения конца XVIII века, а затем превратилась в государственный гимн Франции. И до сих пор таким остается. Еще одна песня вне времени – интернационал. Его сочинил Эжен Патье в 1887 году. «Стабай, проклятец, запретенный, весь мир голодный и ромок, кипит наш разум возбужденный, и смертный бой вести о том». Интернационал в нашей стране стал не только партийным гимном, но и государственным. И был таковым до 1944 года. Только в 1944 году по указанию Сталина был разработан и принят новый государственный гимн. В первой редакции Сергея Михалкова. Еще одна знаменитая, революционная и, кстати, любимая Лениным – «Смело товарищи в ногу, духом окрепнем в борьбе». Ну и как не вспомнить боевую и напористую «Варшавянку»? Это была агрессивная песня, которая звала на борьбу. Помнишь, слава? «Вихри враждебные веют над нами, смело мы в бой пойдем» и все такое. То есть она уже песня «Действия» призывала к действиям, да попросту говоря, к захватам власти. Но все же гимном «Свободе» по-прежнему остается Марсельеза. В Россию композиция проникла только в конце 19 века. Тогда она сменила бойкую дубинушку. И вот еще один интересный факт. Ту самую Марсельезу в Тюмени впервые исполнили в здании, что сейчас находится за моей спиной. Это дом Буркова. С 1905 по 1907 здесь был рабочий клуб. Именно здесь втайне исполняли те самые строки. Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног. Ольга Гапеева, Алексей Красных, Сибинформбюро.